Морочный рынок 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 Причем такое впечатление, что хайрулин с одной стороны, знаете, он так в тихой тени там депутатской, а Даниленко как рупор спереди, который, будем говорить, рупор наших коллег, которые иностранные активно на этом рынке занимаются. А первое, что я вам скажу, что наши иностранные коллеги на рынке, когда скупали предприятия, наш ФАС давал, между прочим, разрешение на скупку, да, потом эти предприятия активно закрывались. В результате что произошло, скажите мне? Вот если взять наших крупных иностранных производителей, которые закрыли ряд предприятий, а то, что из этих областей, где предприятия закрыли, молоко ты хочешь, не хочешь, ты должен везти куда-то, значит, ты хочешь или не хочешь, за это молоко не получишь ту цену, которую реально можно было получить на месте. Почему? Потому что перевозки 2, 3, 4 рубля, они ушли. Почему все возражали против электронной сертификации активно? Да потому что тогда вылезет, что, допустим, наши крупные предприятия, в том числе иностранные, они молоко-то возят. Вообще очень интересно. И я вам скажу, что это не только крупные предприятия, я думаю, что и вы тоже самое принимаете участие. Допустим, можно констатировать, что сегодня белорусские поставки, в том числе сухого молока, идут только через посредников. Я практически не увидел, когда мы сейчас стали анализировать, что сухое молоко, которое идет, или молочные продукции, в том числе концентрированные сливки, все то, что идет, из Беларуси они идут напрямую. Идет какая-то компания, расположенная в Брянской области, либо в Смоленской области, и дальше я читаю, куда это идет. Хохланд, Белгород. В Белгороде все кричат, мы работаем на своем. Да, работаем на своем. Кстати, в Вологду то же самое, между прочим, я-то в этом ничего плохого не вижу, но просто я не могу понять. Вы мне скажите, а каким образом такое конкурентное белорусское молоко, в том числе сухое, что оно через посредников идет, даже через двух посредников идет, и конкурирует на нашем рынке? Ну, я вам объясню, что в то же время, вот когда мы с вами говорим о поставках молока, мы должны понимать, откуда это молоко берется. И вот сколько поставила сегодня, поставлено продукции на наш рынок, когда у нас была общая граница, было все понятно. Вот таможенная статистика, каждая машина проходит через таможню, все понятно. Сегодня все цифры, которые вы говорите, они ничем не подтверждены, потому что никто не знает на самом деле, сколько молока зашло в нашу страну. Почему? Ну, потому что мы создали интеграционную систему, хорошую интеграционную систему, которая должна работать. Но только в этой интеграционной системе можно под любым видом, хочешь полиэтиленовой пленкой привезти молоко, хочешь клеем столярным. Ну, то есть, чем хочешь, можно привезти. Вы мне скажите, а каким образом вы собираетесь тогда на этом рынке навести порядок, если у вас поставки неконтролируемые идут, продукции молочные. И за эти неконтролируемые продукции поставки вообще никакой ответственности нет, потому что по законодательству мы должны эту продукцию, задержав, по требованию владельца вернуть назад. И мы ее успешно возвращаем в Беларусь. Поэтому, когда я начал говорить о том, что одна из основных проблем в том, что у нас рынок все время неурегулирован, а мы все время в каких-то реформах, и начинаем говорить, давайте интервенции. Ну, какие интервенции, если мы завозим из Беларуси молоко, то есть мы с вами какое будем покупать молоко, белорусское, что ли, или свое? Если свое, оно лишнее, тогда почему едет белорусское, почему белорусское дешевле? Давайте говорить о том, что сама по себе система государственного регулирования, вот несмотря на то, что все говорят о том, что рынок должен быть свободен, но она во всех странах есть. И американская система регулирования на молочном рынке, и европейская. Сейчас они уже, будем говорить, меняют общую свою ситуацию, но американская было все излишки покупает продовольственная корпорация, которые потом показывали все наши комментаторы с удовольствием, вот апельсины выбрасывают. Да, выбрасывают, потому что купила корпорация регулируемый рынок апельсинов. То, что лишнее, они просто выбросили и раздавили. Вот молоко выливают, да, потому что это молоко лишнее, иначе цены на молоко упадут, не будет цены. Европейская система, это система квотирования поставок. Вот как только европейцы отменили систему квотирования поставок, у них сразу возникли проблемы. Откуда у них сейчас 4 миллиона молока в сухом виде, это порядка 400 тысяч тонн, которые некуда девать. И откуда у нас с вами увеличение поставок сухого молока, которого никто не видит. На границе нету в Белоруссию поставок сегодня из Европы, там всего ввезли 5 тысяч тонн. А это есть, а молоко есть. И это молоко любыми путями заходит, потому что то, что на нашем рынке сейчас происходит, это поставки в том числе, вот мы посмотрели и через Киргизию, и через Казахстан, то есть туда ушли, а туда не пришли. Ну, если мы с вами законодательно не решим вопросы регулирования рынка, все остальные вопросы, давайте там на литр молока поддерживать. Ну, вы смеетесь, что ли? Давайте литр молока поддерживать здесь, в это же время, сухое молоко, которое приедет через Казахстан, а пчу через Казахстан. Потому что Казахстан сегодня согласовал американцам условия поставки, у нас в Россию закрыты поставки американского молока, а в Казахстан они открыты. При том, что по законодательству нашего таможенного с вами союза ни одно предприятие американское в список не внесено было. Почему? Потому что я сам этим занимался, американцы просто не хотели вносить. Они, видимо, как всегда, долго думали, и к моменту, когда таможенный союз начал функционировать, они не внесли никакие предприятия туда. А потом, когда поняли, что не внесли, списки нет, они через Казахстан, когда Казахстан вступал, просто продавили напрямую, что Казахстан должен от них получать продукцию. А вы мне скажите, а каким образом тогда вы и мы будем защищаться от этой продукции, которая придет через Казахстан? Вот она там, сухая, любая. И, кстати говоря, Казахстан увеличил до поставки продукции, по сравнению с тем, что было три года назад, в шесть раз, в семь. И если так дальше будет продолжаться, Казахстан станет одним из крупнейших поставщиков. А как проследить, если у нас с вами не будет электронной сертификации? А как нам с вами проследить белорусские поставки, которые сегодня есть, если не будет электронной сертификации? То есть мы с вами, создав таможенный союз, интегрирующий наше такое хорошее, будем говорить, абсолютно правильное объединение, которое должно давать экономический рост. Мы не создали те условия, которые бы позволили в этом, будем говорить, интеграционном пространстве эффективно работать. Почему? Потому что прослеживаемости нет. А почему никто не хочет прослеживаться? Мы же свою систему давали и белорусам, и казахам. А потому что никто не хочет, чтобы она была. Вот вы об этом должны говорить. А до тех пор, пока не будет прослеживания, не будет порядка на рынке. И рынок будет разрушаться всегда. И на этом рынке вы хотите интервенции, но это закупка чужого с хомолока будет. И массово. Вы хотите на литр молока, значит, получается, крупные получат на литр молока. Мелкие, которые вы говорите, что они должны развиваться по Ивану Валентиновичу Старикову, они ничего не получили, кстати говоря. Вообще дотации мелкие никогда не получали. Получают крупные. То есть эта система, она полезна. Может, Хайрулин правильно ее, будем говорить, внедряет эту систему и говорит о том, что должны быть сегодня дотации. Но мелкие-то никто не получает. Поэтому надо задаться одним вопросом. Сегодня, так же, как 10 лет назад, молочная отрасль не является такой привлекательной, которой государство должно сделать ее. И это в силу ряда обстоятельств. Это, знаете, как, сегодня от Министерства сельского хозяйства можно много требовать, говорить, там, давайте деньги, давайте реформы. Но мы с министром только что были в Министерстве экономического развития и три часа обсуждали, как сырный продукт, почему его сам Виталий Шипов, замминистра, не подписывает два года сырный продукт, чтобы была электронная сертификация. Ну, чтобы сертифицировали ветеринарно, потому что мы за месяц на этом рынке наведем порядок. Кстати говоря, тогда, когда нам разрешили встать на границы, вот сейчас, вот это в течение, там, 10 дней примерно, в 20-х числах, резко прекратился поток сырных продуктов из Белоруссии, турецких, аргентинских и всяких других стран, и возник поток белорусских сырных продуктов, ну, белково-жировых. Единственное, что наши коллеги белорусские, они немножко запутались, где баня и где вас-то. Потому что мы, когда начали проверять, какие предприятия декларируют производство, эти предприятия в реестре таможенного союза, как по хранению и реализации, но не по производству. Это говорит о чем? Это говорит о том, что украинская продукция, как продолжалась, будем говорить, совершенно беспрецедентно, совершенно открытым способом в Белоруссии переделываться в любую, хотите, в турецкую, в иранскую, в гонконгскую, в аргентинскую, так и в белорусскую. Но только наши коллеги забыли, что в это время наши инспекторы были там, в Белоруссии. И как только мы сказали, а давайте-ка мы немедленно едем, машины стоят, вы подтверждений не даете. Вот ровным счетом стоял там десяток машин три дня назад. А подтверждений нет от Белоруссии. Откуда? Есть предприятия, подтверждений нет. И туда ехать тоже нельзя. Почему? А потому что там не было этого. Поэтому до тех пор, пока на рынке не будет определенный порядок, сколько бы мы ни старались с вами, мы молочную отрасль никогда не сделаем привлекательной. Второй вопрос. Это все последствия, которые идут от того, что на рынке беспорядок, в том числе и фальсификация. И все то, что касается и связано с заменой жиров, с тем, что возможно сделать. Ну потому что если на рынке нет правил игры, значит каждый играет по своим правилам. Вы это лучше знаете. Я думаю, что коллега Пономарев, который знает это, расскажет. И думаю, что в данном случае не буду говорить о цифрах, не буду говорить о том, как мы с потребнадзором имеем там разные точки зрения. Почему? Ну потому что это неправильно. Мы с Анной Юрьевной в спокойной обстановке сами разбираемся, понимаете. В любом случае сейчас реформы, которые должны быть и должны быть в правительстве в мае месяце, вы тоже должны понять, что это объективная реальность. И ваша задача поддержать одно. Ваша задача поддержать в том, чтобы реформы были в том направлении, в котором нужно для вашей отрасли. А это что означает? Не может быть Министерство сельского хозяйства, оно должно быть и перерабатывающей промышленности. Почему? Потому что тогда совершенно будет понятно, а какие действия сперерабатывающей промышленности нужно осуществлять. Не может быть порядка на рынке субъектов, если коллеги приехали из Карелии, они за качество продукции не отвечают, они должны обратиться либо к Анне Юрьевне, либо ко мне, либо к кому-то. А в принципе, получается, рынок сегодня любого субъекта, он, если регулируется вот оттуда издалека, это правильно, да это неправильно? Рынок должен регулироваться на месте, он должен регулироваться, и качество продукции, это та категория, которая совершенно понятна. И все условия для того, чтобы с этим качеством разбираться, тоже у наших регионов есть совершенно. Поэтому мы, когда делили полномочия, вот с Дмитрием Николаевичем Казаковым тоже дискуссии все время были, мы там Крыму дали много полномочий. Надо понимать, что вот надо полномочия, когда даем, все равно федеральный надзор осуществлять. И никто не говорит о том, что передача каких-то полномочий, будь то от потребнадзора, будь то от сельхознадзора в регион, не означает, что должна быть дальше федеральная надзорная власть, которая следит за тем, как эти полномочия выполняются. По одной простой причине, что тогда будет тоже неконтролируемая ситуация. Поэтому я вам скажу, что вот те вещи, которые мы стали проверять по учреждениям, они не очень благоприятны. А по одной простой причине я вам могу сказать, в регионах видят, по каким ценам закупают предприятия, деньги, которые идут региональные, муниципальные, на закупку продукции молочной. А там видно по контрактам какие. Но по законодательству мы сделали так, что у нас должно быть падение цены. И по законодательству получается так, что потом, чтобы проверить, что идет, ты за три дня должен предупредить. Но мы создали систему абсолютно порочную, которая сегодня на молочном рынке ведет только к одному, что выигрывает тот, кто может обмануть, выигрывает тот, кто совершенно не является производителем. И очень многие, кстати говоря, в Московской области предприятия, в том числе, которые мы проверяли, по жалобам, которые к нам приходили, есть такой брошко, который за честные продукты, он забросал всех с жалобами. Он просто анализирует, что по контрактам пишут, и говорит, что этого не может быть, потому что этого невозможно. И дальше пишет жалобы. Я вам могу сказать, что ни союз молоко, ни ваш союз этим не занимается. То есть вот какой-то брошко, который взялся, он анализирует и пишет о том, что в регионе, в том числе в Московской области, продукция, которую привозят, почему-то из Кемеровской области. И что интересно, из Кемеровской области она тоже не выходила, когда мы начинаем проверять. Поэтому, хотели мы этого или не хотели, если мы не наведем порядок на рынке, когда будет прозрачно, когда будет видно движение и перемещение, и понятно, почему сегодня у нас с вами очень многие этого не хотят. Потому что наши крупные предприятия, в том числе иностранные, в том числе и на Алтайский край, а молоко-то везут из Красноярска 1100 километров, а количество этого молока 30 тысяч тонн в год из 190, которые перерабатываются, это много или мало? А почему Алтайское это молоко? А куда Алтайское это молоко? А потому что ситуация такая, что там часть прикрыли, мощности девать некуда, значит будем возить сюда. У себя здесь не будем закупать, собьем цену до такой, когда будет выгодно. Я думаю, что все это сегодня является предметом в том числе наших законодательных и Совета Федерации, и Госдумы, когда нужно понять, что каким-то образом нужно рынок регулировать. И ФАС сегодня, он не просто ФАС, а антимонопольная служба, он сегодня та служба, которая должна смотреть, а что последствия того, что сделали. Вот если мы даем разрешение на скупу предприятий, то эти предприятия через какое-то время становятся вообще торговыми. Я спрашиваю, а что там Данон, который был в Твери? Мне говорят, да там просто база теперь, нету там Данона. А что Данон здесь? А Данон везет сегодня, каждый день в Чехов, 40-50 тонн молока из Белоруссии. Это только вот один канал. А дальше два завода, которые Данона везут, на другие заводы. А кто посчитал это количество? А никто не может посчитать, потому что кроме нас на границе никого нет, а обязательного, законодательного, того, что это должно регистрироваться, кроме электронной сертификации, тоже нет. Вот как только у нас с 1 июля электронная сертификация будет, и наши коллеги белорусские там сейчас мне пишут письма, вы нам не даете доступ, вы там не даете нам чего-то, почему? Да потому что они страхуются, что они ничего не сделают. Почему они ничего не сделают? Да потому что никто не может сделать сегодня того, что невозможно. Потому что в Белоруссии сегодня к нам поставляют продукцию достаточно хаотично, и мы с вами должны тогда будем, когда будет электронная сертификация, четко знать, за вот сколько, 150 тонн в сутки, сколько он поставил к нам, и откуда у него сухое молоко взялось, приехало все-таки из Польши, под видом цементной смеси, оно. Я вам могу сказать, что сегодня подозрения очень серьезные, потому что то, что происходит, и с тем демпингом, которое на сухое молоко из Белоруссии, я не верю, что это белорусское молоко. Поэтому, уважаемые коллеги, не буду говорить о том, что сегодня конкретные цифры, по цифрам мы в данном случае с правительством занимаемся, у нас там есть и те, кто занимается реформами. Ваша низкая активность, непонятная активность Союз молока, потому что она непонятная. Я уже отношусь сегодня к этой организации совершенно с предубеждением. Вообще, чьи интересы вы отстаиваете? Но ведь есть члены, ведь есть те люди, которые принимают участие. Но до каких пор тогда мы с вами будем иметь непонятную ситуацию? Вы как-то наведите порядок тогда. Или не объединяйтесь, но хотя бы собирайтесь вместе, чтобы друг друга-то слышали. А то получается у нас на один съезд ходят все, на другой съезд ходят не все. А надо так, чтобы когда речь о молоке идет, чтобы все ходили. Вот когда мы этого добьемся, тогда будет порядок. Спасибо. Хорошо. Наша общая цель это продовольственная безопасность России, развитие отечественного производителя в интересах всех граждан России, обеспечение равенства отечественного производителя и продавца в интересах покупателя. Желаю вам продуктивной работы в рамках Всероссийского съезда производителей и переработчиков молока, успешного развития ваших предприятий, счастья, мира и благополучия вашим потребителям. Спасибо вам за ваш труд и за ваше неравнодушие. С уважением, Ирина Анатольевна Яровая. АПЛОДИСМЕНТЫ Наверное, сегодня многое сказали о молочной отрасли, не хотелось бы повторяться, однако остановлюсь на некоторых деталях, которые на сегодняшний день характеризуются молочный рынок. Начну с приятного, что на сегодняшний день, наверное, впервые наметилась положительная тенденция развития молочной отрасли. Президент, поддержка бизнеса правительством позволили перебороть 15-летний период стагнации, что позволило увеличить объем производства молока на 3,7%. Далее, глубинная экономика. Чем характеризуется, что молочный сектор стал в числе первых по количеству и масштабовых сделок укропнения, слияния и образования новых предприятий. На сегодняшний день, наверное, вопреки всему, отечественные игроки отвоевывают позиции у зарубежных гигантов, таких как Данон и Пепсикола. Если посмотреть нулевые года, то сумма, в смысле рынок, этих двух предприятий догонялся до 50%. На сегодняшний день он всего 18%. Эту долю отвоевали отечественные товаропроизводительности. И эту долю отвоевали именно в последнее время благодаря поддержке животноводческой отрасли и благодаря указам президента по антисанкциям. Это действительно реальная победа и это действительно реальная почва для дальнейшего развития молочной отрасли. Что на сегодняшний день беспокоит? А беспокоит, собственно говоря, вещи, о которых мы говорим на каждом съезде уже, наверное, в течение пяти, а может быть и десяти лет. И до настоящего времени идут разговоры об этой теме, но нет ни одного решения. Возьмем преусловутую проблему фальсификата. Ну послушайте, как можно, когда одно ведомство дает, что фальсифицированной продукции три процента, другое ведомство дает двадцать пять процентов. Так три или двадцать пять? В молочной отрасли есть собственная оценка. Она ближе, конечно, к тем же самым, к тем двадцати пяти процентов. Но откуда появляется три? У меня есть вопрос к техническому регулированию и порядка определения статических данных и методике отбора проб в магазине. Именно несогласованность и отсутствие ряда нормативов по этому вопросу, они мотивируют вот эту неправильные данные статистики. А, соответственно, как ориентироваться правительству, как ориентироваться государству на тот или иной вопрос. Поэтому сегодня есть множество вопросов, множественных вопросов, которые надо решать на уровне технического регулирования. Это очень важные вопросы, без которых может произойти стагнация отрасли и сведение на нет тех положительных моментов, которые сегодня есть. Опять же, возвращаясь к тому фальсификату. Наверное, все тут очень много слышали разных предложений. А давайте мы на этикетке напишем большими буквами. А давайте напишем маленькими буквами. Теперь, слушайте внимательно, давайте еще раскрасим эту этикетку. Но фальсификат-то остается. А может быть, мы давайте выкинем из технического регламента название молокосодержащих продуктов. Нет их. И нечего будет тогда красить, и незачем будет писать большие буквы, так как этого продукта не будет в принципе существовать. Почему не решить этот вопрос? Я считаю, если мы говорим о чистоте нашей отрасли, то одним из обращений в правительство в Министерство сельского хозяйства должно быть направлено именно на решение вот именно этого вопроса. Ведь послушайте, ни в одной стране Европы молочные и молокосодержащие продукты не находятся в одном и том же правовом поле. А у нас в техническом регламенте находится зачем? Мы сами это в свое время придумали, давайте сами отсюда это и вынимать. Теперь о потенциале развития общества, о отрасли. Давайте посмотрим потребление. Мы сегодня говорим о продовольственной безопасности и считаем столько, сколько мы на сегодняшний день потребляем и сколько нам не хватает. Но давайте мы посмотрим медицинскую норму потребления. А вот если мы дойдем до медицинской нормы потребления, то извините, у нас не хватает порядка около 30 миллионов тонн молока. А вы понимаете, какой-то громадный потенциал для развития отрасли? Это тот потенциал, на который, я думаю, стоит обратить правительству, потому что это доходы, это инвестиции, это в том числе и бюджет. Это очень могучий резерв, который надо реализовать. Сегодня все говорят, вот платежеспособность населения. Ну, есть это слабая платежеспособность населения. Но давайте вернемся к социальным так называемым программам. Программа школьного молока, программа продовольственных сертификатов. Эту же проблему уже давно обсуждают. Но давайте в конце концов примем на эту тему решение. Давайте опять же обратимся, но наверное этот раз надо обратиться к президенту, потому что реализация 30-ти миллионного потенциала развития отрасли это гигантские поступления в бюджет, на который просто так отмахнуться Минэко не сможет. Возвращаемся к еще одной проблеме, к которой опять вокруг да около ходим. Это преусловутые торговые сети. Но послушайте, ведь суть вопроса заключается в том, что в настоящее время торговые сети заняли монополию на рынке. Монополию на рынке. В отдельных городах доля сетей доходит до 90%. Мало того, мало того, 2-3 сети из этих 90% еще 90% занимают. А какое есть антимонопольное законодательство, которое регулирует это реальное монопольное содружество. Ведь хотим или не хотим там присутствуют и картельные сговоры и так далее и тому подобное. Нет законодательных актов. А любые вещи, связанные с ограничением торговых действий торговых сетей, со стороны Государственной Думы, со стороны депутатов встречают оголтелое противодействие Министерству промышленности и торговли. И молчаливое согласие Федеральной антимонопольной службы. Такое впечатление, что Федеральная антимонопольная служба является департаментом Министерства промышленности и торговли. Я думаю, опять же, это тема, которая ликвидирует потенциальные возможности развития отрасли. Я думаю, это тоже стоит обратиться к правительству, обратиться к президенту. И именно на уровне антимонопольном надо решить ограничения действия сетей. Не надо никого разорять, не надо никого закрывать. Надо ввести законы, правила игры, по которым должны работать производители, переработчики и товаропроводящие сети. Опять немножко коснусь, наверное, последнего, вы уже устали, вопросами технического регулирования. На сегодняшний день предлагается отрасли еще ввести порядка, я не знаю, там 30 или 40 наименований контроля определенных веществ, которые якобы вредны для здоровья. Но послушайте, молочная отрасль к этим веществам не имеет никакого отношения. Мы не используем эти вещества. Они попадают через корма, а почему они туда попадают? Почему отдельные ингредиенты, которые разрешены были к ввозу и являлись вредными во многих странах, мы сегодня здесь используем? Такая же петрушка и по антибиотикам. Но нельзя проверять молоко на 25 антибиотиков. Это чушь. Нужно определить количество антибиотиков, которые допустимо использовать в Российской Федерации и соответственно их проверять. В противном случае молочные лаборатории превратятся в научно-исследовательский институт. Извините, у нас нет доходности на эту тему. Можно назвать еще очень много вопросов, которые в настоящее время не решены. Но самое страшное, что те важные вопросы, которые неоднократно здесь поднимаются, они не сдвигаются не с места. Их обговаривают, заговаривают, обсуждают, но решения нет, а решения есть на поверхности. Надо сделать так, как когда-то сделал президент. Раз санкции, вот вам контрсанкции, а вот вам результат развития отрасли. Оно явное, оно считаемое и оно получилось. Спасибо за внимание.